Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Та Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал R&D. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, мы возвращаемся в карьеру за Лестер Сити. И у нас, ну, такое себе на самом деле, не знаю, как еще сказать, идет сейчас в чемпионате дела, в Лиге Европы вроде... Лиге Европы пока что вроде все нормально, вот, но какое-то вот невезение у нас было в прошлом выпуске, поэтому не знаю, как сегодня у нас, что здесь получится. Сейчас мы играем дома, играем против Брайтона. Брайтон идет на 16-й строчке, там практически вот они за выживание сейчас борются, но мы играем дома. Следующая игра у нас в Кубке Англии против Манчестер Сити, которые там, наверное, сейчас идут, ну, да, почти на первом месте, на втором. Вот, поэтому я просто не знаю, что и как нам здесь придумать. Дальше у нас будет игра вот четверть финала-то, причем Кубка Англии. Потом АЗ, сразу же у нас игра с АЗ будет, выездная, но это первый матч 1-16-й. Поэтому, скорее всего, сейчас каким-нибудь вторым составом мы сыграем против Брайтона. Дома постараемся, конечно, одержать победу, я не знаю, как. Но вот Варда выпущу, слева также выпущу Ангелиньо. Вместо Конате выпущу Саюнцу. Кастагны почему бы и нет. Может быть и Минди даже сюда сейчас. Мы попробуем посмотреть, Прайта выпущу. Ну, вот Перес, скорее всего, не будет играть, как я уже вижу. Ну, и придется играть Варди и Лаутар Мартинесу пока что. Вот как-то так. Поэтому все, выходим вот таким составом. А у Лестер против Брайтона. Поехали. Итак, King Power Stadium. Лестер Сити против Брайтона. Мы играем дома. Интересная, надеюсь, сегодня у нас будет игра. Поехали. И все, заканчивается матч. И снова у нас вот ничья. Снова очередная ничья. Здесь даже без голов. Вот это вот самое обидное для меня. Получается, даже забить. Владение на нашей стороне было. И ни одного даже удара в створ не получилось. Вот это самое обидное. И Уайт стал лучшим игроком матча. После 27-го тура мы все так же на 9-м месте. И отставание в 25 очков. Так, нам здесь приходит сообщение. Анана. Подписание его скоро произойдет. Они просят повысить стоимость. Ну, трансфера. Поэтому за 21 почти там с половиной миллион. За 21, можно сказать. Мы его вот продадим. Так, здесь у нас Кельяна Мбапе мне сразу нашли. Почему-то именно здесь мне его сразу вот нашли. Почему не в стримовой карьере с подписчиками, когда мне нужно было подписать Мбапе, мне его не могли на протяжении двух сезонов найти. Вот это вот самое обидное. Так, у нас сейчас игра с Манчестер Сити в Кубке Англии. Надеюсь, что у нас что-то да и получится. Мы вроде минимально проиграли. Сейчас давайте лучше посмотрим, как мы сыграли с ними в сезоне. Да, мы минимально проиграли в 17-м туре. Играли мы дома. Поэтому, может быть, что-то да и получится. Я вот просто в это надеюсь. Ну, а по рейтингам, кстати, точнее, ну, по показателям настроя все замечательно. Я этому безумно рад. Поэтому начнем матч вот так. А потом, я не знаю, если что-то пойдет не по плану, ну, будем перестраиваться на одного нападающего. Если, конечно, будем даже в счете вести, перестроимся на одного нападающего. Поэтому Лестер против Манчестер Сити. Поехали. Итак, Бург Стадион. Кубок Англии. Лестер Сити против Манчестер Сити. Играем на нейтральном стадионе. Поехали. Так неплохо. Лаутар Мартинес. На Варди. Вот здесь Варди как замечательно зацепился. И это 1-0. Джейми Варди. 17-ая минута. Выходим вперед. Какой голешник сейчас. Ну, просто вот, ну, ладно. Гол не пахнет, как говорится. И здесь очень хорошо. Здесь Силиманс, во-первых, обрезал сразу четверть поля одной передачи. Но здесь просто мяч у Ляпорта и Устонса не задержался в ногах. И примагнитился к ногам Джейми Варди. Ну, какой гол. Вы просто посмотрите, а. Слава богу, там еще и не Эдерсон на воротах у Манчестер Сити. Поэтому пока что все идет замечательно у нас. Складывается. Поэтому будем смотреть, что будет дальше. И Варди. И Мэдисон. А Мэдисон-то забивает и делает счет 2-0. 88-ая минута. Как же все замечательно. Не Лаутар Мартинес так. Мэдисон забивает, делает счет 2-0. Ну и замечательная победа в Кубке Англии у нас. И мы выходим в полуфинал. Ребята молодцы. И все. Уверенная победа Лестер Сити в Кубке Англии в четвертьфинале. Мы проходим Манчестер Сити вторую строчку английской премьер-лиги. Понятно, что Сити может быть и не главной своей задачей ставили Кубок Англии. Потому что сейчас идут на второй строчке в чемпионате Англии. И будут, наверное, вести борьбу за первое место. Там у них небольшое отставание в английской премьер-лиге. Поэтому они и состав могли здесь ротировать. Мы нет. Мы будем цепляться за каждый трофей, в котором участвуем. Ну и за каждый чемпионат, в котором участвуем. Поэтому замечательная победа. 2-0. Варди лучший игрок сегодняшнего матча. Ну что же, а в следующем матче, я так понимаю, мы встретимся против Челси в полуфинале Кубка Англии. И с другой стороны, я смотрю, смотрю, смотрю. Пум-пум-пум. Брайтон и Манчестер Юнайтед сыграет. Ну вот, очень интересно, как так Брайтон еще и смогли пройти до полуфинала Кубка Англии. Тоже хороший результат из себя показали. Итак, сейчас у нас игра против АЗ. Дальше идет против Астанвил. Астанвил, кстати, идет рядом с нами. Если они нас обыграют, догонят нас по очкам. Поэтому я сильно-то и не знаю. Все-таки сейчас мы еще и против АЗ играем на выезде. Давайте здесь уже смотреть, кто может играть, кто нет. Вот Саинцу. Давайте вместо Санчеса его возьмем. Эйзи Перес, вот не можете бы уже давным-давно Ундера бы поменял. Правда, трудновато что-то здесь сейчас вообще придумать. Барнс, а того же я могу выпустить вместо Мэдисона. Варди мог бы я дать даже и отдохнуть. Выпущем Инди. Вот так, про это тогда центральным полузащитником. Вот Минди в опорочку. Ну и все. Дам шанс, так сказать, Лаутару Мартинусу в Еврокубке выйти в старте и быть просто одним номинальным центральным нападающим. Дай бог что-нибудь у него и получится. Поэтому АЗ против Лестера, 1-16 лиги Европы. Поехали. АЗ против Лестер-Сити. АЗ начинает. Поехали. И какая подача и гол. 18-я минута. И АЗ сразу же забивает. Буаду. Всеми нами прекрасно знакомый молодой человек по стримовой карьере. Ну вот, а он забивает. Вот этот Бестяра здесь нам все-таки свой голешник-то и положил. Ну вот и минимальное поражение на выезде против АЗ. И теперь, ну, нам просто нужно обязательно забивать у себя дома и не пропускать. Хотя по таким моментам стоит у них просто один гинзин удар в створ. Было и им повезло. Все. Нам нет. Мы били даже по воротам. Ну вот что-то у нас не получилось. Так, Орбана у нас решили купить в Леон. Как раз мы его и продаем. Поэтому все. Замечательно. Так, я бы еще сейчас по позициям лучше бы выстроил. Чтобы видеть мне. Раз, два, три, четыре. Так что все. Орбана, да, мы продаем. Ну и сейчас надо постараться как можно больше взять. Ну вот за 30 миллионов сейчас постараемся. Потому что у нас там есть одно из подписаний уже готовится. Это Анана. Мы как раз сейчас из-за этой продажи центральных защитников можем накопить на центральных нападающих, которые нам, кстати, ищут. Но вот только Кельяна Мбаппе одного нашли. Сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем против Астанвиллы. Они идут сейчас на 11 строчке. Как я и сказал, сейчас у нас, если мы проигрываем Астанвилле на выезде, будет очень плохая ситуация в турнирной таблице. Они нас даже догонят. Давайте Орбана пока что выпустим. Также Кастагна, Ангелиньо. И Айоза Переза. Пока что вот так. Ну вот вдвоем пусть они играют в нападении. Вот Мартинес и Варди. Поехали. Итак, Виллапарк Астанвилла принимает Лестер-Сити в рамках чемпионата Англии. Поехали. То у него формы не было, то у нас ротация состава происходила. И наконец-то, наконец-то Лаутаро Мартинес забила. Девятая минута матча. И он забивает на выезде против Астанвиллы. Наконец-то. Здесь ему просто уже действительно выдали передачу. Его никто не накрывал. Не мешал пробить. Посмотрим еще раз этот момент. Хорошо в прессинге здесь просто отыграли. Варди отдает голевую. Там, во-первых, на грани офсайда было сыграно. Мартинесу удалось удержаться. Так сказать, в игре. Ну и здесь вот Варди шикарно отдал. Ну и все. Здесь уже надо было просто попасть. Слава богу, у Мартинеса это получилось. И выходим вперед. Отлично. Телеманс. Ну а здесь и Варди. Ну вы просто посмотрите на этих парней. Друг другу сейчас сассистировали. И за 15 минут сделали еще 2-0. Ребята молодцы. Я надеюсь, что получится у нас наконец-то. Вот. Чтобы прошла эта адаптация у Мартинеса. Я не знаю просто, что еще можно это сказать. Какой-то сыгранности вот не было. Вот сейчас, мне кажется, должна благодаря вот таким голам. Причем друг другу они вот ассистировали сейчас. Поэтому все замечательно. 2-0 на выезде. Мэдисон. И забивает дубль. Слава богу, ну вот прорвалось сейчас Лаутаро Мартинеса. Дубль на его счету. В сегодняшнем матче на 87-й минуте. Все-таки полностью мы уже продоминировали над Астон Виллой. Здесь уже просто столько передач было. Нас никто не накрывал. И Лаутаро Мартинес забивает. Его мы сейчас бы и заменили. Дубль Лаутаро Мартинеса. Гол Джейми Варди. Разгромная победа, долгожданная. Причем победа Лестера Сити в английской премьер-лиге. Ну и все. Полностью доминация была. Не дали даже шансов Астон Вилле. Они даже ни разу не пробили в створ. Ну и Лаутаро Мартинес 7,5 оценку за матч получает. После 28-го тура мы все так же на 9-й строчке. Но теперь у нас отставание в 22 очка до первого места. Так, нам приходит сообщение. По моей команде. Во-первых, Варда решил купить Леванта. Так, мы его выставили, да. Потому что мы уже нашли даже ему замену. Поэтому в любом случае какие-то деньги да и получим. 5 миллионов хотим. Вот, вместо Орба. Так, Орба надо продаем. 27 800. Мы, естественно, принимаем. 2,5 миллиона он еще был контракт. В год. Так. Ну что. Ждем тогда там, когда только уйдет от нас вард. И мы уже точно тогда подпишем Анану. Нам находят нападающего. Сунг Хин Мин, к сожалению, нет. Нечистый нападающий. Вот. Там чисто в минус, в рейтинг может нам пойти. Габриэль Жезус. Почему бы и нет? Посмотрим и на этого парня. Тима Вернер. Тоже интересный вариант. Причем здесь он еще в Баварии. А в реальной жизни уже в Челси. А, ну может его и забрали, да. Из Челси в Баварию. Поэтому мы посмотрим. А чисто так, если посмотреть. Так, ну вот этих парней можно же. Еще нет. Хотя там уже и с Ананой мы все договорились. Поэтому да, вратарей можно и убирать. Так, ну смотрим, что здесь у нас. Вернер и Жезус. Жезус на год помладше. Я даже не знаю, где здесь завершение. Там что-нибудь такое. Есть реализация. Вот 85 у обоих. Умение атаковать побольше у Вернера. Если мы сейчас его подпишем, он что-то не получится. Это будет прям как второй Лаутаро Мартинос. Но у него ускорение зато у Вернера. Мне кажется, это было бы поинтереснее, чем у Жезуса. Который вроде у нас в карьере за Зенит играет. Поэтому я бы вот так бы сделал. Все. Да. Отправляем предложение. 39 миллионов. Готовы заплатить мы за Вернера. Но, естественно, там чуть побольше будет. Ну а так мы ждем, когда от нас уйдет варта. И будем подписывать Анану. Вот на такую замену. Практически хотим из него сделать основного вратаря. Поэтому все. На этом сегодняшний выпуск закончил. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok